Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хотел бы, чтобы вы посмотрели видео с сенсационными фактами деятельности соратника Яценюка, депутата Верховного Совета Украины Николая Мартыненко. Вы знаете, в цивилизованной стране после обнародования таких фактов депутат должен сложить в себя полномочия, должен быть привлечен к уголовной ответственности, а премьер-министр должен уйти в отсталку. Но это в цивилизованной стране. У нас, конечно, такого не будет никогда. Давайте посмотрим видео. По делу Мартыненко, да, последние новости. Вот документ, Савик можете сделать крупным планом. Это запрос из Швейцарии, додированный 31 марта этого года за подписью вице-прокурора Швейцарской конфедерации Урса Кёли на имя Шокина о том, что Николай Мартыненко проходит по уголовному делу, которое расследуется против него за взятки и отмывание денег. Значит, мне рассказывали, что тут нету подписей, есть тут все подписи. Был заключен такой договор, очень странный договор между компанией Мартыненко, который он учредил на Панаме, который называется Брат Крест, и заводом Шкода в Чехии. Тут вот подписи все стоят. Оказывается, эта компания Мартыненко получала комиссию, или, другим словами, откат за все контракты на поставки в Украину, на Энергатом, разного оборудования. Этот откат задокументирован, это же не шутки. Вот есть даже бумаги с зафиксированным размером отката. 15-20%. Это, ну, то, что называется, да, конечно, это называется словом взятка. Вот, контракт в размере 3 миллиона 300 тысяч евро, комиссия Мартыненко 15%. Контракт на 5,5 миллионов евро, комиссия Мартыненко 20%. Контракт, еще раз, на 3,5 миллиона евро, комиссия Мартыненко 15%. Сергей. Почему это важно? Потому что Энергоатом, это все украинские атомные электростанции, находящиеся в собственности государства. И, соответственно, если в цену поставки оборудования на украинские государственные электростанции заложена комиссия 15%, то эти деньги, по сути дела, были переплачены украинскими государственными электростанциями, а, по сути дела, украинскими гражданами, на сумму разницы. И, соответственно, это деньги, которые были украдены у украинских граждан. Вы спросите, ну, как доказать, что какая-то панамская компания, это же офшорная зона, которой пользовался даже Павел Иванович Лазаренко, у него там был даже панамский паспорт, который он получил взамен на открытие фирмы. Там было такое свое время в Панаме, вообще уникальная страна, ее использовали все, и Ложкин тоже, и Мартынинка, и Лазаренко, ну, такая офшорная зона с очень удобными законодательными основами. И был даже закон, что если ты кладешь на счет своей офшорной компании в Панаме деньги на 5 лет, ты получаешь панамский паспорт и без виз ездишь по всему миру. Вот это Лазаренко сделал, вот почему у него был панамский паспорт, о котором до сих пор помнят граждане. И вот у Мартынинка тоже была панамская компания, до сих пор есть. И вы скажете, ну как доказать, это же Панама, офшорная зона, как доказать, что это компания Мартынинка? Тут какие-то панамские там Эдгардо Диас, какой-то директор, где же тут Мартынинка? Но швейцарская прокуратура, в отличие от украинской прокуратуры, которая ни на что не способна, она имеет силу воли и полномочия зайти с обыском в швейцарские банки. Во время обыска в швейцарском банке произошло то, что не мог предположить ни Мартынинка, ни швейцарские банкиры, ни панамские эти подставные директора. Они изъяли так называемую форму А. Когда ты открываешь счет в швейцарском банке, ты заполняешь форму А, где указываешь, кто же является конечным бенефисаром этой компании. И вот форма А в банке Хоттингер, компания Браткрест, конечный бенефисар Николая Мартынинка, адрес прописки в Киеве, улица такая-то, квартира номер такая-то, подпись, дата. Другой банк, БНП Париба, тоже швейцарский банк, тоже форма А, компания Браткрест, панамская, конечный бенефисар Мартынинка. Это то, что изъято швейцарскими правоохранительными органами во время обыска в швейцарском банке. Весь этот пакет документов пришел в Украину еще в марте месяце, 31 марта, уже скоро год. Шокин получил это в свои руки и, я не знаю, куда он это, в верхнюю шухлядку, в нижнюю засунул, но уголовного дела нет. Хотя здесь вся, вся доказательная база уже собрана швейцарскими правоохранительными органами. Сергей, а скажите мне одно. Более того, за это время, пока нет никаких уголовных дел, Мартынинка зашел на Титаны, теперь он является через свои австрийские прокладки агентом в титановых активах Украины, которые принадлежат государству и тоже получают комиссию. На урановую отрасль получает свою комиссию. На Укргаздобычу. Про энергатом я вообще молчу. И, по словам Саакашвили, который стоял здесь неделю назад, на Одесский припортовый завод. Это, знаете, это какой-то даже не коррупционный спрут, это какой-то коррупционный пылесос, который сосет, сосет, сосет. Главное, чтобы он не лопнул, потому что если лопнет, этими, знаете, ошметками накроет всю украинскую политическую элиту и потом будет бежать не в Панаму, а в такие страны, которые экстрадиции не осуществляют. Понимаете? Потому что объемы вороства это сотни миллионов долларов. Ну что, друзья, посмотрев это видео, вы сами все поняли. В то время, как нам предлагают потуже затянуть ПСА, соратники Яценюка тупо грабят страну. Комментировать здесь особо нечего. Я думаю, это не последнее видео с фактами деятельности соратников Яценюка. Так что на этом пока все. Всем удачного дня. Пока-пока.